Сегодня в Петровском зале Санкт-Петербургского государственного университета звучит японская речь. Всемирно известная писательница Экуни Каури общается с петербургскими студентами разных вузов. В зале, без сомнения, много поклонников ее творчества, знакомых и с произведениями самой писательницы, и с работами ее коллег по современной японской литературе. Знакомство с Россией Экуни Каури уже начала с Москвы. Сегодня Петербург, а затем Новосибирск. Там, в Педагогическом университете, впервые в России покажут экранизацию ее романа «Ослепительный блеск». Я первый раз в России, и мне кажется, что это очень красивая страна. Когда я прилетела, я была поражена красотой неба. Мне показалось это невероятно красиво. А сейчас, когда я приехала в Санкт-Петербург, хочу сказать, что город тоже прекрасен. Я бы хотела написать книгу о России, и, честно говоря, в одном из моих произведений есть пара фраз на русском языке. Хотя я в России до этого не была, но решила внести такую русскую нотку. В лекции гости – размышления о тенденциях в японской литературе, даже советы. Например, избавляться от прокрастинации, как теперь в молодежной среде принято называть знакомую всем лень. На родине Каори-сан называют «мураками женского пола» из-за своеобразного стиля и способности передавать состояние персонажей. Достаточно давно изучаю японскую культуру, японский язык, но об Экуни Каори узнала относительно недавно. Подруга посоветовала книгу. Прочитала, к сожалению, на данный момент только одну, «Тесия и моя звезда ночная». Но очень понравилось, было очень интересно. И поскольку, когда я училась в Японии, я изучала японскую литературу XX века, мне стало интересно сравнить, может быть, какие-то нюансы современной литературы и модернистской литературы. Поэтому пришла на лекцию узнать что-то новое. А за пару часов до этого семинара с японским автором в Петербургском университете прошло историческое событие – открытие японского кабинета. Он станет площадкой для взаимодействия двух стран в области культуры. В торжественной церемонии принял участие ректор СПБГУ Николай Кропачев и, конечно, высокие гости из Японии. «В прошлом году я впервые приехал в Россию, был поражен тому, насколько много людей прекрасно понимают природу японско-российских отношений, культурных обменов. Я считаю, что должно быть еще больше людей, заинтересованных в развитии наших отношений». 2018 год – это год, когда обе страны ближе знакомятся с культурой друг друга. Господин Такахаси считает, что такие события в рамках Перекрестного года только укрепят связи между странами, особенно в сфере образования. «Кабинет создан в рамках нашего сотрудничества с университетами-партнерами в Японии. И мы надеемся, что в этом кабинете будут проходить крупные, в том числе городского уровня, мероприятия, посвященные Японии, посвященные исследования этой страны, японского языка, культуры, истории, традиций. В церемонии открытия кабинета участвовали студенты-восточники СПБГУ. Своё знание японского языка они представили в вокальном формате. На лекции Экуни Каори, а именно с этого эпизода мы и начали наш рассказ, будущие японисты активно задавали автору свои вопросы. А это значит, что помимо полюбившихся всем аниме и суши, у российской молодежи есть и более глубокий интерес к культуре этой страны. Тем более в стенах старейшего университета, где впервые в России началось изучение японского языка. Алена Гречнева, Владимир Лушин, телеканал МОСТ.